Деньги нынче чаще называют инвестициями. Здесь, кажется, все могут с легкостью подсчитать, сколько прибыли может принести любой проект и представляют, что такое миллиард долларов. В феврале в Сочи уже традиционно собираются представители бизнеса, власти, госкорпораций. В этом году более 8 тысяч делегатов не только из России, приехали даже американцы. Большой бизнес не пугают санкции. Самара не подведет. За инвесторов тут конкуренция. Чтобы пригласить их к себе в регион, на форум приехали главы 79 субъектов. Бизнесмены выбирают, где будет им удобнее. У руководства Евроцементгрупп планы на Самарскую область большие. Они модернизируют завод жигулевских стройматериалов. Предприятие уже середины года будет выпускать белый цемент. Спрос на него растет, при этом аналогов в России нет. Поставки будут и за рубеж. Инвестиции холдинга составят более миллиарда рублей. У нас есть расчет, что это может быть около тысячи рабочих. Более тысячи. И, конечно, это крайне важно сейчас для нашего региона. Приложим все усилия по выполнению соглашений и успешной реализации проекта. Еще очень важно – это экспортная продукция. Регион становится экспортно ориентированным по белому цементу. Это уникальный продукт для России. Полное импортозамещение. Несмотря на санкции, наша страна остается привлекательной для зарубежных компаний. Руководство «Филипса» рассказывает. В Московской области уже построено предприятие по производству компьютерных томографов. Выпускают и некоторые модели ультразвука. Если раньше поставки этого оборудования в Россию занимали несколько месяцев, то сейчас техника расходится по регионам за несколько недель. Будем дальше, расширяя производство, тоже иметь в виду какие-то возможности и в регионах России, в будущем. Пока же в Самарской области будет открыт региональный центр по обслуживанию и ремонту оборудования. Это позволит в разы сократить сроки восстановления жизненно важной техники. Мы, конечно, в этом очень заинтересованы, потому что мы считаем, что это, во-первых, сократит сроки диагностики, ремонта, что для нас очень важно, потому что у нас, к сожалению, бывали случаи, когда тяжелое сложное оборудование находилось в нерабоспособном состоянии более года даже. Мы надеемся, что это теперь будет в прошлом. Впрочем, и сами самарцы готовы завоевывать мировые рынки. Губернатор подписывает соглашение с концерном радиостроения «Вега». Мы планируем достаточно долгосрочные, перспективные, наукоемкие работы на этом регионе, которые будут касаться целого спектра вещей, начиная от систем безопасного города и их элементов, и заканчивая медицинской тематикой. Мы уже сегодня достаточно успешно работаем с вашим медицинским институтом. У вуза, можно сказать, появился индустриальный партнер. Сам ГМУ уже передал компании несколько собственных проектов в серийное производство. В очереди на реализацию еще несколько готовых разработок. Например, продукт «Ревайвер» – это продукт, связанный с реабилитацией пациентов с ограниченными возможностями. Когда мы в виртуальной реальности реабилитируем пациентов, ускоряем процесс реабилитации. Это первое изделие. И хочу отметить, что буквально на днях вышла информация, что госкорпорация «Ростех» отобрала пять топ изделий, связанных с медициной. В эти пять топ вошел продукт, разработанный сам ГМУ и внедренный в госкорпорацию «Ростех» в серию. На этом форуме на счету каждая минута, время, деньги. Многие вопросы решаются даже вот так, буквально на бегу. В общей сложности правительство Самарской области подписало восемь соглашений. Провело десятки переговоров. Субтитры подогнали Симон. Каждое соглашение – это новые рабочие места, налоги в бюджет, поддержка соцсферы. Сейчас за каждым крупным проектом в областном правительстве закреплен куратор. При этом бюрократии стало меньше. На оформление документов не уходят месяцы, как раньше. Регион поднялся в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Стал лауреатом национальной премии «Росинфра» в номинации «Квалифицированный заказчик». Этот конкурс определяет тех, кто умеет лучше всех работать с инвесторами, строить государственно-частное партнерство. Оно, кстати, в регионе развито и в аграрном секторе. Был открыт ряд новых производств, в том числе по маслу. Подписано соглашение на реализацию проектов в животноводстве. Дмитрий Азаров и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсуждают экспортный потенциал региона. Пока область не может обеспечить сама себя молоком и мясом, производство яйца и вовсе закрылось. Пути решения будут искать в рамках Совета Приволжского федерального округа. Он пройдет на следующей неделе. Я думаю, что здесь надо внимательно нам совместно с вами поработать и четко совершенно понять, в каком направлении имеет смысл развивать сельскохозяйственную отрасль у вас в регионе, с учетом того, какими видами сельскохозяйственного бизнеса занимаются ваши соседи. Но уже сейчас губернатору удалось убедить министра, области нужны дополнительные преференции. После того, как сельчане исчерпают квоту по краткосрочным кредитам, региону добавят еще. Кроме того, Минсельхоз поможет с финансированием строительства ФАПов. Только в этом году, благодаря нацпроектам, их появится 13. Вообще нацпроекты – это главная тема даже не только форума и первого и второго дня. Пожалуй, сейчас это вообще самый актуальный вопрос для страны. Впервые ставятся столь масштабные задачи во всех отраслях. Впервые на это выделяются такие суммы – 28 триллионов рублей за 6 лет. Как и что делать сейчас, решают, можно сказать, в ходе мозговых штурмов, говорит вице-премьер Виталий Мутко. Один из последних масштабных был в начале недели в Казани, сейчас продолжился в Сочи. Федеральные и региональные власти обсуждают, с помощью каких инструментов достигнуть поставленных президентом целей. Мы больше начали понимать друг друга, мы услышали друг друга, сложности поняли. И, в принципе, потом их вместе донесли президенту. И, в принципе, он по большинству, скажем так, наших озабоченностей, он нас поддержал, дал там соответствующие поручения. И мы сейчас готовы там уже, ну скажем, к реализации. Самарская область очень активная, значит, губернатор возглавлялся. Одну из рабочих групп, одному из направлений, очень важнейшему направлению, это сегодня инфраструктура, это подготовка земли, это инженерная подготовка, это коммунальное хозяйство. Это такой ключевой вопрос, потому что мы можем сколько угодно там ставить себе задачи, но если у нас не будет подготовленных инженерных подготовленных территорий, а для этого нужны ресурсы. И он об этом очень активно говорил, что нужны серьезные ресурсы, которые мы должны бы вложить именно в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Наспроекты должны положительно отразиться на жизни каждого гражданина России, его благосостоянии, комфортности жизни. Все понимают, задача непростая и, как минимум, амбициозная. Как отметил министр экономического развития Максим Орешкин, об эффективности наспроектов может говорить проект повышения производительности труда. Самарская область была в числе пилотных регионов и продемонстрировала хороший результат. Этот пример, он уже доказывает то, что национальные проекты могут достигать результатов и, конечно, дает положительный вклад в динамику области Самарской, в динамику показателей области. Поэтому здесь по другим тоже национальным проектам я уверен, что Самарская область будет в лидерах находиться. Ну и по нашим проектам будем очень плотно работать. Всего реализуются 12 нацпроектов. Самарская область участвует в каждом. При этом есть и дополнительные меры поддержки. На встрече с главами субъектов премьер-министр Дмитрий Медведев сообщает, Чапаевску присвоен статус территории опережающего развития. Подписанию постановления предшествовала большая работа со стороны регионального правительства. Ведь все понимали, новый статус, новые возможности. В Торах действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов, ну и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты фонда развития моногородов. Все это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от городообразующих предприятий и должно, что, наверное, самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, просто дать жизнь в эти населенные пункты. Чапаевск – это уже вторая территория опережающего развития, созданная в Самарской области. Сюда планируется привлечь порядка 5 миллиардов рублей инвестиций. Эту работу мы ввели на протяжении всего 2018 года. Она очень непросто проходила. Мы заручились поддержке всех министерств в какой-то период, кроме Министерства финансов. И здесь пришлось проведить отдельные встречи с нашими коллегами, работающими в правительстве, в Министерстве финансов. Нам удалось доказать эффективность принимаемого решения. У Чапаевска есть значительный потенциал, который нужно помочь раскрыть. И этим решением мы делаем серьезный шаг вперед. Вообще на этом форуме было пройдено немало. Можно точно сказать, РИФ-2019 для Самарской области был успешным. Поддержка федеральных властей будет оказана и по крупным инфраструктурным проектам. В принятую пространственную стратегию развития страны включен долгожданный в регионе мост через Волгу.